Камчатский диджей Александр Пелёвин прошёл финал престижной свадебной премии. Главная премия свадебной индустрии Сибири и Дальнего Востока, учреждённая журналом «Вейдинг», вышла на финальную стадию. Ведущие, организаторы, фотографы, видеографы, диджей и прочие специалисты сферы праздников борются за звание лучшего. В пятницу, 1 марта, Александр пришёл в гости на радио Камчатка и рассказал о себе, своей работе и премии. Там порядка 30 или 40 номинаций, а номинантов... На каждую номинацию? Внутри каждой номинации, ну там десятки человек участвуют. Есть определённые требования к заявке. При подаче заявки соблюдаем эти требования. Работает потом жюри на протяжении месяца. Жюри — это также специалисты из индустрии. Нужно было записать промо-видео с использованием... Диджейской рутины. Да, с диджейскими всякими фишечками, которые имеют, ну, своё название, свой способ их изготовления. Вот. Нужно было сделать это видео, плюс описательную часть своей работы, там, какого-то технического программного момента и всё. Вот всё это дело отослать. Александр Пелёвин был отобран в тройку финалистов из нескольких десятков претендентов в номинации «Лучший ивент-диджей». В финал прошли ребята из Барнаула, по-моему, и Кимерова, если мне не изменили по имени. А как же Москва? По поводу Москвы. Есть региональная часть премии, есть премия всероссийская. Вот сейчас идёт заявок на всероссийскую часть. Я вот думаю, наверное, можно и туда свой видосик в том числе и закинуть. Мне кажется, обязательно надо. Ну, это говорит о том, что в Москве послабее или просто сибирики посильнее, или просто конкурс как бы смещён немножко? И смещён, но всё-таки в центральной части посильнее будут работы. Саша, скажи, кто-то с Камчатки ещё участвовал в каких-нибудь, может быть, других номинациях, если ты в курсе? Да, с Камчатки участвовал в этом году и в прошлом году фотограф наш Павел Петровский. В том году он вошёл в шорт-лист участников. Значит, премия... Есть участники, есть... В промежуточном этапе определяют финалистов и шорт-лист участников. Шорт-лист – это те, которым было уделено внимание. Хорошие работы, но, к сожалению, не дотянули до финала. Вот в этом году Павел тоже участвовал, но, к сожалению, только участникам. Итоги конкурса будут объявлены 18 марта на церемонии награждения, которая пройдёт на Алтае. Также в эфире радио Камчатка Александр приоткрыл тонкости работы диджеем. Он рассказал, для чего за пультом нужны наушники и как подбирать композиции. У тебя есть часть трек, который играет в зале, который слышат все люди. Тебе нужно что-то к нему ещё включить. И наушники тебе нужны для того, чтобы послушать, что это следующее будет, и всё. То есть, ну, если ты... Можно их не использовать. Если ты знаешь досконально свою библиотеку, все свои тысячи, десятки тысяч песен наизусть, и тогда тебе не нужно ничего подслушивать. А так в целом, как бы, да, ты просто подслушал наушник, что там происходит в следующем треке, и его ставишь. В какой-то определённый момент нужно как-то красиво обрезаться, да? Хорошо. А как ты определяешь, вот перед тобой, там, 100 человек, свадьба? Как ты определяешь, какой трек будет следующий? У этого всего нету какой-то формулы, точно. Это всё на уровне ощущения и психологии вот этого танцпола, который вырабатывается годами непосредственно. Есть наитие. Диджей в том числе, вот этот терапевт, то есть идёт подготовка к мероприятию до него, да? Ты понимаешь, какая у тебя будет публика, она всегда будет разная. Если мы берём события, это возрастные какие-то люди, ну, постарше, помладше, с разными интересами и прочее. Ты их изучаешь сначала, кто у тебя будет, какая компания. Ты к ним готовишься, материал какой им подать, какой у них запрос на это мероприятие, настроение его. И в процессе ты вот этой терапией занимаешься, то есть направляешь музыкально людей туда или туда. Посмотреть полную версию эфира можно на YouTube и в телеграм-каналах МассМедиа.